Вопросы, которые нам предстоит рассмотреть, занимают очень важное место в жизни деятельности не только города, но и его жителей, отметил, открывая заседание, глава Уварова Владислав Денисов. Поэтому обсуждение первого из них, макета памятника воину, началось с истории возникновения проекта. И вот в 2016 году, значит, проект благоустройства территории журналистов и журналистов, был подписан, точно так же утвержден на Общественном Совете. Работа пошла потихонечку сейчас, благодаря помощи администрации, конечно, видите, в каком состоянии стала территория находиться. На ваш сумм сейчас предлагается вот такой проект. Высота, вот насколько я знаю, мы обсуждали, самой скульптуры будет 2,10, но и вот этого каблучка подставки 30-40 сантиметров. Чтобы присутствующим были понятны все детали и особенности, касающиеся скульптуры, с подробной информацией на тему выступил разработчик макета. Выслушал предложения членов Общественного Совета, ответил на все заданные вопросы и озвучил свое мнение. К саму фигуре, к этому макету, у меня есть несколько вопросов к скульптору. Я их уже обозначил. Но в процессе, когда мы будем, я надеюсь, что мы будем изготавливать уже натуральную личину, я думаю, что эти замечания, они прозвучат и будут учтены. Было решено в течение недели представить макет на всеобщее обозрение жителей, чтобы окончательный вердикт был вынесен с учетом рекомендаций горожан. Переходя ко второму вопросу, первый заместитель главы администрации города Александр Нистратов отметил, что благодаря реализации в городе проектов «Городская среда» и «Народная инициатива» работа по благоустройству ведется на постоянной основе. Это мемориал воинам-интернационалистам, территорию доски почета, тротуар в первом микрорайоне, площадь Ленина. На площади Ленина у нас эта работа разделена на три контракта. Это имеется в виду сама площадь мощения, это свыше 2850 метров квадратных плитки, которые должны быть выводом. Сейчас мы где-то процентов на 60 мы уже вышли на выполнение. Сроки сдачи данного объекта у нас установлены контрактом 31 октября. Закончится всё работами по озеленению. Финансирование в размере 25 миллионов рублей предусмотрено в этом году на строительство дорог. На ряде улиц оно уже завершено. Это переулки Больничный и шоссейные улицы Гагарина на подходе переулок Октябрьский. На нескольких улицах произведено щебенение. Перечень определяется по тем заявкам людей, которые к нам поступают. Он постоянно корректируется, то есть где-то какой-то недогма. Это перечень и приоритетность выставлялась в соответствии на нахождении социальных объектов, маршрутных проездов, маршрутного транспорта. То есть мы готовы к обсуждению, то есть тот порядок, который мы определили, мы готовы его обсуждать конкретно с каждым и поносить это решение на общественное дополнение. В расчете на то, что в следующем году финансирование продолжится, будут запланированы новые объекты. Завершилось заседание общественного совета обсуждением еще нескольких разных вопросов. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, НашГород.